13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает сенатор от Кировской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко. Вячеслав Степанович, добрый день. Добрый день. Ну что, подведены уже практически окончательные итоги выборов. Результаты голосования и явка нам тоже известно. И со всех сторон обсуждается как раз именно вопрос явки. И, в частности, вот только что закончилась пресс-конференция в Кирове, которую проводил глава регионального избиркома Алексей Круглов. И он считает, что при сложном в целом отношении к власти в Кировской области мы показали хорошую явку на выборах 18 марта. Эта явка составила 62,75%, и её не было практически 20 лет. Но, собственно говоря, сама явка, она и до выборов была предметом всеобщей, такой ажиотажной, если не дискуссии, то обсуждения. Почему Вы считаете, именно явке было уделено столько внимания? И стоило ли так трудиться над её? Безусловно, стоило, потому что явка – это, в том числе, показатель гражданской зрелости населения и гражданской активности населения. И поэтому явка, которая в целом по стране также достаточно высокая, причём поддержка, ну, будем говорить, сегодня практически уже победившего в этом наш путь, легитимна. И если мы говорим о легитимности, что было одной из основных тем прошедших выборов, то более 50% в целом по стране, населения, имеющих право голосовать, а это, как бы, и явка, и процент за кандидата, более 50% поддержали кандидатуру Владимира Владимировича Путина. Поэтому гражданское общество в целом стало более зрелым, более ответственным, и не только старшее поколение, но и молодые. Молодые ребята понимают ответственность, которую они возлагают на себя при голосовании за того или иного кандидата. А кому была важна показать легитимность этих выборов, Вячеслав Степанович? Всё-таки больше своему населению России или западным странам? Я думаю, что всё-таки это больше рассчитано на нас, на то, чтобы мы единое мощное государство, единая нация, которая способна в непростых условиях, в том числе международных условиях, показать, что мы одобряем и поддерживаем сегодняшнюю политику и действующего президента, и те основные направления развития нашего государства, которые он изложил в послании федеральным субъектом. Но, безусловно, и на зарубежье должно оказаться следующий влияние. Потому что не секрет, что последние действия со стороны так называемых наших друзей, и Великобритании, и Срединства, которые пытаются унизить нашу страну, унизить наш народ, наше правительство, государство, президенты в том числе, не получили достойный ответ, что у нас есть понимание в обществе, понимание того, как страна развивается и к чему мы стремимся. Мы миролюбивая страна, но способны постоять за себя, способны стоять свои национальные интересы. Утром не было ещё сведений о том, что лидеры западных стран поздравили Владимира Путина с избранием президента. Мы знаем, что поздравил Китай, Северная Корея, однако страны Европы и Америка воздержались от поздравлений. О чём это говорит? Ну, это, к разноречию факт, комментарии отношения этих стран, которые вы перечислили, и Америка, и некоторые страны, я бы сказал, не страны, вот здесь нужно чётко разделять между руководством страны и её народом. Я в силу своей работы часто бываю на международных встречах, как внутри России, так и за рубежом, и когда общаюсь с простыми людьми, в том числе и с американцами, с немцами, с французами, они осознают процесс, который происходит в России, поддерживают и говорят, что ваш президент, ваш Путин, молодец. А вот реакция руководства им, конечно, не нравится. Не нравится, что у нас такая сплочённая страна, такой единый народ и такая поддержка нашего национального лидера. Между тем, страны Евросоюза сегодня могут договориться о новых мерах в отношении России. Это всё-таки меры не против одного человека и не против правительства России, потому что они ведут за собой экономические последствия, и вам, как человеку, который в Совете Федерации занимается именно экономической политикой, наверное, это понятно? Безусловно, понятно, и я целиком полностью с вами согласен, что это действие не против конкретного человека, не против Владимира Путина или его ближайшее окружение. Это отношение к нашему народу, народ, который способен формировать свою экономику независимо от всех санкций. Эти санкции показали бессмысленность их применения, как с точки зрения экономического развития, ну, просто экономики, так и с точки зрения нанитания военной прижимности. Вот те виды вооружения, которые Владимир Владимирович продемонстрировал на экране во время своего послания, показывают, что как бы ни приближались к нам базы НАТО, у нас есть сегодня чем ответить, у нас есть возможность противопоставить этим вооружённым силам стран НАТО. И, безусловно, поэтому в том числе вызывает вот такое, ну, можно сказать, агрессивное настроение со стороны руководителей западных стран. Я думаю, что всё-таки они осознают бессмысленность, бесперспективность таких действий. А санкции, они, соответственно, кажется, какой-то нам нужно, безусловно, какой-то бред, но это возможность экономического развития нашей страны, нашей экономики. Перестройки сырьевой на промышленный потенциал. Вот об этом как раз хотелось поговорить. Вы заметили какой-то рывок, который Россия произвела за это время действия санкций и предстоящих ещё больших санкций в нашем мире. Вы знаете, не знаю, какие будут дальнейшие санкции, есть ли смысл в этих санкциях, но что говорить про экономику, про нашу. Безусловно, вот есть приоритеты в развитии различных отраслей экономики, да? И за последние 15-17 лет приоритет давался развитию оборонно-промышленного комплекса. Для чего и почему? Потому что для того, чтобы развиваться мирно, нужно быть уверенным в завтрашнем мире, в том, что никакие агрессии, никакие военные действия или иные силовые действия в отношении России не помешают развиваться нашей стране. Мы сегодня создали достойные вооружённые силы, и это в том числе за счёт того, что военно-промышленный комплекс в целом стране получал серьёзные финансовые заказы, госзаказы на создание новых образцов оружия и дальнейшего развития. А всё-таки госзаказы... А что касается, я прошу прощения, что касается других секторов экономики, вот у нас сегодня, я об этом тоже Владимир Владимирович с вами постоянно сказал, мы сегодня создали необходимые условия, материальные условия, технические, и технические условия для того, чтобы наша армия была гарантом безопасности и развития страны. И теперь у нас есть возможность переректировать приоритеты развития экономики на гражданские отрасли. И если и раньше поддерживалась гражданская экономика, и сельское хозяйство, и промышленность, и строительство, посмотрите с дорогами, как у нас сегодня хорошо в целом в масштабах страны развивается дорожная строительство. Вы так считаете? Я считаю, потому что невозможно сделать всё сразу одновременно. Если говорить о федеральных трассах, они приобрели новое лицо. Новое лицо реально, другие стоят трассы. Что касается региональных и муниципальных трасс, конечно, здесь очень много проблем. И сегодня как раз передача достаточно серьёзных финансовых ресурсов на региональный и муниципальный уровень позволит в ближайшие пять лет решить, в том числе, и эту проблему. Я в этом просто уверен. Мы о дорогах сегодня обязательно ещё поговорим. Но чтобы вернуться по ино-промышленному комплексу и не углубляться слишком в политику, давайте перейдём к экономике Кировской области, поскольку всем известно, что мы ориентированы жёстко на военно-промышленный комплекс, и, собственно говоря, бюджетные поступления от предприятий, которые производят элементы вооружения, они велики. И наш губернатор Игорь Васильев называет предприятия оборонно-промышленного комплекса опорой нашей экономики. Насколько всё-таки это опора или опасность? Потому что, когда мы разговариваем с руководителями этих предприятий, никто из них не выражает уверенность в том, что госзаказы на оборонку сохранятся и будут наращиваться. Да и правильно ли это? Вы знаете, безусловно, зависимость наших многих предприятий Кировской области, а это гособоронзаказы, безусловно, существует. Но я хочу отметить, что даже в те времена, когда не было гособоронзаказа, руководители, прогрессивные руководители наших предприятий находили возможность для диверсификации производства и выпуска товаров в народном употреблении. Тот же завод Лепси, например, да? Они и сейчас выпускают, конечно, львиную долю занимают о гособоронзаказ, но товары гражданские, значит, тоже есть в ассортименте выпускаемой продукции. Но я бы ещё хотел бы... Но несравнимы совершенно доли и несравнимы финансы. То есть говорить о том, что машиностроительные предприятия оборонного комплекса в отсутствие оборонзаказов будут эффективно работать и пополнять у нас бюджет, ведь не приходится, согласитесь? Согласен, но ещё раз хочу сказать. Опять вернёмся к посланию президента. О чём говорил Владимир Владимирович? Мы сегодня разработали новую версию военной техники, и теперь настало время вот эти разработки внедрить в гражданскую отрасль. То есть разрабатывать новые виды тракторов, комбайнов, если говорить о сельском хозяйстве. Вообще новые виды техники, которые способны на базе лучших разработок, которые сегодня есть в военно-промышленном комплексе, внедрять в гражданскую экономику. Ну, мы пытались это сделать на протяжении последних двадцати лет, однако мы далеко не достигли уровня тех предприятий, которые производят эту технику на Западе. Имеет ли смысл изобретать велосипед? Вы знаете, у нас очень много талантливых инженеров, конструкторов и вообще очень много научных кадров, которые способны разрабатывать лучшие новейшие образцы. Мы настало время вернуться к традиции, хорошей традиции советского времени, когда у нас были лучшие в мире самолёты, когда мы первые освоили... Ох, про самолёты вы сейчас, конечно. Да, про самолёты я сейчас, но, к сожалению, пока... Мячеслав Степанович. ...пока, к сожалению, мы ещё далеки от лучших образцов. Мы просто далеки, мы опасно далеки. Это и нацелена сегодня диверсификация экономики, то есть перестроение с военно-промышленного комплекса на гражданского, на производство самолётов, тех же новых, новейших, но и других видов. Про самолёты обязательно сегодня тоже поговорим. Напоминаю, у нас в студии Вячеслав Тимченко, сенатор от Кировской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Продолжается программа «Особое мнение». Его сегодня высказывает Вячеслав Тимченко, сенатор от Кировской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Но мы говорим об экономическом развитии нашего региона, естественно, связываем эту экономическую политику с результатами выборов, поскольку мы остаёмся при прежнем президенте. Владимир Путин побеждает, победил уже, можно сказать, ещё вчера вечером на сцене на Манежной площади, на Красной площади, когда проходил митинг. Это было совершенно ясно. Итак, оборонзаказ, всё-таки, как вы считаете, вы, наверное, знаете, насколько он будет серьёзен в ближайшие годы и насколько будут, может быть, ещё расширены, ещё будут расширены. Потому что, напоминаю, что экономика Кировской области напрямую зависит от работы машиностроительных предприятий в БК. Знаете, поддержание обороноспособности страны – это несколько иные, меньшие затраты, чем на создание мощнейших вооружённых сил. И поэтому в ближайшее время, безусловно, гособоронзаказ сохранится, но он будет ориентирован на другие цели и на другие задачи, которые будут ставиться перед каждым предприятием. Мы сегодня занимаем одно из ведущих мест по экспорту вооружения. Заказы нашего вооружения колоссальны. Я думаю, что вот эти доходы, которые будут, в том числе от продажи вооружения за границу, они тоже будут пополнять и в федеральном бюджете, и в региональном бюджете, и в местном бюджете. Так, и всё-таки вы верите в то, что конверсия на наших предприятиях – это реальная история, и что кадры, о которых вы говорили, высококвалифицированные кадры, способны обеспечить эту конверсию? Потому что у меня большие сомнения лично. Я не вижу, что за последние 25 лет нам удалось в машиностроении добиться выдающихся успехов. Вы знаете, я лично уверен, прежде всего, на ваш вопрос, уверен ли я, я уверен. Ещё раз повторяю, что у нас замечательный, талантливый народ. У нас замечательный, перспективный кадр, научный кадр. А результаты-то? Результаты будут, не беспокойтесь. Ещё раз, если результаты были нацелены на создание мощных вооруженных сил, о которых я уже говорил, то сегодня возрождаются и научные институты, и опытные санкционные станции, если говорить о сельском хозяйстве. То есть, сегодня мы реально перестраиваем приоритеты в развитии экономики с военно-промышленного комплекса на гражданский комплекс. И результаты мы уверены. Ближайшие там 3-5 лет, я просто на простого в этом уверен. И мы способны создавать и технику, ещё раз вернусь к больной теме, самолёты, и автобусы, и железнодорожный транспорт. Ну, самолёты, как раз ещё раз я повторяю, не показывают нам, что мы способны создавать. К сожалению, у наших самолётов очень мало. И они падают, и люди погибают. Погибают. Ну, и нужно отметить, что падают в основном самолёты, которые были разработаны ещё в прошлом столетии, и производились не только в России, и не столько в России, сколько на сопредельных наших бывших самолётов. Если мы говорим о недавней аварии саратовских авиалиний, или даже те самолёты, которые тут 154, которые потерпел полтора года. Надо сказать, ну, просто чтобы не откладывать долгий ящик, что касается саратовских авиалиний, то с их уходом с нашего рынка, из нашего аэропорта, правда, под предлогом того, что будет проведена профилактика этих самолётов, мы лишились, окончательно уже лишились доступных, более-менее доступных рейсов, в том числе и в Москву. Московское направление оголилось, я уже это почувствовала прямо на себе, потому что у нас в среду должен состояться эфир, и люди, серьёзные директора предприятия, отказываются в нём участвовать, потому что просто нет рейсов, которые доставят сюда людей к 11 часам утра. Понимаете? Ну, безусловно. Что в этой истории нужно делать властям Кировской области, учитывая, что вы знаете сами, прекрасно, полтора года назад Победа тоже ушла из Кировской области, никто её назад не позвал. Вы знаете, сейчас ведётся разговор с несколькими авиакомпаниями. Это мы слышим полтора года уже, Вячеслав Степанович. По крайней мере, время от времени эта проблема решается. Да, безусловно, в полном мере не решена. Она не решена вообще, Вячеслав Степанович. Она не решена вообще. Развивается регионная авиалиния. Ушла Победа, ушли саратовские авиалинии, неизвестно, когда и с чем они вернутся или будут опасаться летать на этих самолётов. Не решается эта проблема. Чего же тут говорить? Правда в глаза давайте посмотрим. Давайте смотреть правде в глаза. Но ещё раз повторяю. Меня спрашивают, что делать, что должен делать правительство Кировской области. Вот как ли? Они делают то, что делают. Они делают приговоры. С ЮТЭР, с компанией. И? С КОМИ компанией. И я думаю, что в ближайшее время результаты этих приговоров. Они полтора года ведут эти? Полтора года у нас здесь было две компании. Полтора года. Даже три было. Одно время. А сейчас у нас одной нет, другой нет. Одно. Чем рисковать и летать на самолётах саратовских авиалиний, уже лучше... Вообще не летать. Пользуются услугами одной компании, которая более-менее надёжна в данном случае. Вы понимаете, что это колоссальные убытки нашего аэропорта, и это лишает возможности кировчан летать, в том числе и в Москву. И не просто кировчан, которые жаловались с уходом Победы, что невозможно стало летать, недоступны стали билеты, но теперь уже и крупных бизнесменов, и тех самых инвесторов, которыми пытались привлечь развитие аэропорта, которых пытались привлечь. Понимаю не только я, понимаете, да и правительство Кировской области. Надо ли ехать в аэрофлот и пытаться договариваться, чтобы вернуть Победу? Аэрофлот достаточно сложная компания до тех пор, пока они практически являются почти монополистами на рынках перевозок, и поэтому, к сожалению, ни на какие более-менее разумные переговоры аэрофлот не идёт. Я уже сказал, что ведётся переговоры с ВДСЮТ-Аэро, ведётся переговоры с СССР, компанией, которая является конкурентом в какой-то степени на маршрутах Киров-Москва и на других маршрутах. Но они что-то не спешат к нам зайти? Ну, для этого необходимо в том числе рассчитать свои возможности для их компании. Посмотрим, я думаю, что результаты будут в ближайшее время. То есть вы считаете, что ситуация сейчас некритичная? Я считаю, что некритичная, потому что... А сами вы на поезде ездите? Я езжу на поезде. Меня это устраивает. Если мне надо в Москву, я сажусь вечером на ту же Вятку и приезжаю в 9 часов утра. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть пораньше она выходила, чуть-чуть пораньше приходила в Москву. Ну, я успеваю за рабочий день, там, всё, что не уходило. И также вечером садимся на поезде, в 8.30, ты уже в Кирове. То есть, опять-таки, такая жесть, начало рабочего дня. Здесь, по крайней мере, гарантированно, независимо от погоды. Причём это независимо от Туркина, независимо от той компании, которая осуществляет полёты на территории всей Российской Федерации. Но в таком случае наш аэропорт Победилово окончательно он и сейчас выточен. Но если нам всё-таки мерещилось, что он скоро на безубыточность выйдет, то теперь-то совсем провал. Ну, я не соглашусь с этим. Я не думаю, что он закроется в целом полностью. И не думаю, что... Вот выточность аэропорта определяется не теми компаниями, не только теми компаниями, которые летают и считают перевозку пассажиров, в том числе и организация самого бизнеса, как самостоятельного комплекса, бизнес-съединица. Если вернуться к проектам, которые связаны с развитием экономики Кировской области, с ВПК, всё понятно, какое у вас мнение. Обращался ли город Киров, может быть, чиновники регионального уровня, бизнесмены напрямую, обращались ли к вам за последний год с какими-нибудь предложениями, инвестиционными проектами или с просьбой о помощи продвинуть что-то в законодательство, что помогло бы развиваться тем видам бизнеса, которые в Кировской области представлены? Например, Лес. Ну, напрямую не обращаюсь. По крайней мере, каких-то инвестиционных предложений не было. Но, тем не менее, когда мы с этой федерацией проводим круглые столы, либо публичные сущности, связанные с развитием различных отраслей экономики, в том числе, развитие лесной промышленности, мы всегда приглашаем наших бизнесменов в Кировской области не принимать активную часть. Но, в том числе, обращались ли к вам. Но к вам конкретно напрямую никто не обращались? Напрямую не обращались, но когда, наоборот, я обращаюсь, когда я и мои коллеги тоже, когда мы видим, что есть какое-то публичное мероприятие, где участвуют потенциальные инвесторы, либо предприниматели, которые могут прийти на территорию Кировской области, мы приглашаем представителей правительства Кировской области, приглашаем бизнесменов Кировской области, для того, чтобы они приняли участие, могли заявить о себе, представить свой проект. В этом плане, конечно, есть. Вячеслав Тимченко, сенатор от Кировской области. Вячеслав Степанович, а какие отрасли экономики в Кировской области вы считаете опорой для нас, и что нужно развивать? Ну, вот вы же уже сказали, вы уже назвали. Вы назвали я бронопромышленный комплекс. Так сложилось так, это не сейчас, не последние, там, 5-10. Это исторически сложилось. И лес, и сельское хозяйство. Мы по производству молока сегодня занимаем лидирующее. Да, и оно сильно упало в цене, и у нас нет перерабатывающих предприятий. Ну, у нас есть перерабатывающие предприятия, к сожалению. Недостаточно. Недостаточно, согласен, есть, но недостаточно. У нас есть хорошее предприятие, которое производит хорошую продукцию, пользуясь спросом не только у жителей Кировской области, но и сопредельных регионов. Но, безусловно, развиваться необходимо и дальше. То, что касается цен на молоко, да, безусловно, здесь необходима, в том числе и государственная поддержка. Поддержка не только финансовая, но и это иногда политическое, административное, что мы, правительство, федерация, делаем. В том числе, иногда приходится даже достаточно жестко поступать в отношении своих друзей, партнеров, например, как было с Беларусью, когда было... Регулярно. Да, регулярно пытаются поддержать, да. Но у нас еще есть, есть у нас кобилизеры. Какие? Это принято сейчас говорить. Через компхозяйство. Знаете, я открою... Фермеры жалуются. Я не открою... Недавно скармливали молоко телятам. Не могли его продать. Работают себе в убыток. Поэтому здесь должны быть еще раз. Вот что касается молочного производства, здесь требуется, безусловно, и развитие новых мощностей и строительства, и финансовая поддержка, дотации сельхозпроизводительного молока. Но я говорю сейчас не о молоке. Я сейчас говорю о других веках хозяйственного производства. Сейчас, например, Кировская область в недалеком прошлом была лидером по производству, по выращиванию льна. О, это было очень давно. Это было очень давно. Это уже вспомнила, как бабка, как девка была. Честное слово. Лет 50 назад так было. Ну так почему? Что нам мешает сейчас? Прекрасно есть поля для того, чтобы возродить производство. Поддержка. Поддержка. Есть сегодня целая программа по выращиванию льноводства, по развитию льноводства. И в том числе федеральная программа, которая присматривает финансирование, субсидирование, поддержку таких. Смотрите, как бы вас мечтателем не назвали. Ну, вы знаете, я оптимист. Я тоже к Альну хорошо отношусь. Я оптимист. Я не говорю, что это единственное. У нас много возможностей. Мы вообще Кировская область уникальна по своему природному услугу. Начиная от Йога, где практически степи, и до севера, где чуть-чуть не в тундру мы упираемся. Зона, как это называется, рискованного земледелия у нас. Да. Сейчас прервемся буквально на короткую рекламу. Я бы хотела с вами поговорить про бюджетный маневр, который практически осуществил Владимир Путин в начале марта. Там очень серьезные заявления, поскольку было сказано, что расходы на здравоохранение и инфраструктуру должны быть удвоены. Должны быть удвоены. Вот за какой счет, какими ресурсами это удвоение там произойдет, хотелось бы обсудить с вами. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Звонькова, Вячеслав Тимченко, сенатор от Кировской области, здесь в студии с нами. Это его особое мнение, вы слушаете. Итак, в начале марта Владимир Владимирович Путин практически одобрил бюджетный маневр. Он заявил, что расходы на здравоохранение и инфраструктуру должны быть удвоены. И если говорить про здравоохранение, то было сказано в послании Федеральному собранию, что в 2019-2024 годах должно быть направлено на более 4% от ВВП, а стремиться нужно к 5% от ВВП именно на здравоохранение. Ну, это такое действительно тоже беспрецедентное заявление. Как это должно на нас конкретно сказаться? Вот давайте прямо на Кировской области, и может быть, вы приведете в примеры, что там уже из действующих программ. Дмитрий Курдюмов тут развернул очень активную деятельность. Безусловно, здравоохранение – это одна из самых таких чувствительных составляющих нашей жизни. И те, будем так говорить, оптимизации, которая была начата лет 8 назад, она, конечно, мое особое мнение, она нанесла большой вред состоянию медицины Кировской области. Закрывались безальтернативные ФАПы, не ремонтировали из больниц, и все это сегодня несколько по-другому подходит к здравоохранению, к содержанию объектов здравоохранения, восстанавливаются и будут восстанавливаться ФАПы, реконструируются, ремонтируются больницы, которые оказались в ветхом состоянии. Безусловно, не хватает врачей, и поэтому от населения, от жителей поступают и критические замечания, предложения вернуть распределение, которое было в советский период. Вы за это предложение? Вы знаете, возможно, да, но нужно посмотреть, чтобы не нарушались права человека. Это основной довод, который принимают защитники, правозащитники, когда вы, что если вводить такую норму, то это нарушение права человека на выбор свободы проживания, нахождения работы и так далее. Но здесь есть плюсы и минусы, здесь нужно просто посмотреть в каком механизме, в каком аспекте. Если это будет за счет не просто направления, а за счет определенного финансовой поддержки, в том числе на какой-то промежуток определенного времени. Но это следует обсудить с экспертами, в том числе с этими молодыми специалистами, которые сегодня еще учатся в институтах, и можно понять, что может привлечь их непосредственно не только в сельскую месту, но и даже в небольшие города и поселки, чтобы оказывать качественные медицинские службы. Что сегодня делается в рамках послания, которое сказал Владимир Владимирович, до Кировской области? Уже принято решение о выделении в ближайшие год-полтора 193 миллионов на здравоохранение, целиком полностью. Причем достаточно большая часть идет, как раз то, о чем я говорил, на ремонт и пойдет на ремонт и реконструкцию медицинских учреждений. И достаточно большая сумма будет потрачена, чтобы создавать мобильные, подчеркиваю, мобильные медицинские бригады. Это будет выглядеть следующим образом, уже есть размещенный определенный заказ, если упрощенно говорить, что это автобус, внутри которого находятся различные оборудования, которые позволят произвести диагностику. И это бригада врачей, которая будет выезжать в удаленное место, в первую очередь, конечно, предъявляться ветерам инвалидам, людям с ограниченными возможностями, с пенсионерами. Но это позволит вкупе, по приезду в какой-то населенный пункт, небольшой особенно, оказать качественную медицинскую службу тем людям, тем гражданам, которые нуждаются в этой помощи. Поэтому я уверен, что здравоохранение не просто на славах хранения будет сегодня одним из приоритетов в социальной политике нашего государства и нашей Кировской области. За счет чего? За счет чего вы спрашиваете, да? Посмотри, за счет чего я уже говорил о том, что сегодня мы последние 15 лет тратили десятки, триллионов рублей на оборонную промышленность, на армию. Сегодня затраты в том объеме, который они тогда вкладывались, они в таком объеме не нужны. И вот в освобождении, в освобождении этих затрат, которые направляются на создание мощной обороноспособной армии, вот сегодня это будет направиться как раз и в социальную сферу, и в промышленности, о чем я уже говорил. Вот откуда деньги. Понятно. Возвращаясь к социальным проектам, касающимся медицины в нашем регионе, видите ли вы результаты работы заместителя председателя правительства Дмитрия Курдюмова, который очень плотно занялся медициной с момента своего прихода на этот пост, и даже внешне видны некоторые изменения. Безусловно, есть результаты, и не только в возрождении, я оцениваю положительно, позитивно, не только в возрождении качественной медицины, но и в создании новых медицинских учреждений, например, гемодиализ, то, что было раньше вообще, не было на территории Кировской России. Ну, не в том объеме, и не в того качестве. Не было в районах. Не было в районе. Да, и не того качества. А сейчас не только в Кирове, но и в районах есть такие структуры медицинские, которые решают эту проблему. Хорошо. Хорошо, с этим понятно. Это понятно. Давайте перейдем к дорогам, которые вы сказали, что очевидно, что они меняются к лучшему, и дороги стали лучше. Ну, про федеральные трассы ничего не буду говорить. Их латают лучше. Не могу сказать, что их делают так, как их делают, опять же, даже в той же Белоруссии. Потому что они умирают не через 8-12 лет, а раньше. Давайте на эту тему поспорим. Я с вами буду построить. Моя машина говорит об этом. Что тут спорить? Вы говорите о трассе Киров-Москва, например, и Киров-Пель, условно говоря. А я говорю вообще о трассе в СССР. Нас интересует Кировская область. Вы же понимаете, Вячеслав Степанович. А вот давайте перейдем все-таки к дорогам, на которые выделены федеральные деньги по программе «Безопасные и качественные дороги». Нам нужно было показать в прошлом году не качество этих дорог, а километраж, на который эти деньги ушли. Не кажется ли вам, что таким образом закладывается порочная практика размазывания, просто размазывания тонким слоем этих денег по дорогам? И они точно так же будут смываться эти деньги, и дороги будут разрушаться, и вновь и вновь вкачиваться в одни и те же участки. То есть мы не приходим, у нас нет, и это очевидно, тут вы, наверное, со мной спорить, не будете капитального строительства дорог? Или все-таки вы считаете, что это не так? Знаете, то, что мы с вами считаем, это, может быть, конечно, важно, но не окончательно. Нужно просто спросить у тех, кто непосредственно постоянно ездит по этим дорогам. Мы ездим, я езжу непосредственно, постоянно я водитель, и большегрузные вам скажут, дорога Киров-Русская уже сползает. Это было заложено в конкурсной документации, это заложено в самом проекте. Нет строительства капитального дороги. Нужно показать километраж. Безусловно. Новых дорог, которые строятся по новому направлению, нет. Содержать те дороги, которые сегодня есть у нас, в том федеральном виде трассы Пермь-Кострома, качество этой дороги улучшилось. Вы опять к федеральным трассам? Давайте не к федеральным. Еще раз, посмотрите, невозможно сделать все сразу одновременно. Все одновременно сделать невозможно. Ну сколько мы будем ждать-то? Насчислав Степанович. Посмотрите, вот сейчас все раз опять обращаюсь к посланию, все раз обращаюсь, обращаюсь, да, вот мы получили миллиард в прошлом году. Качество зароса улучшено. До сих пор, пока через город Киров будет проходить грузовой транспорт напрямую, как-то не ремонтировать. Но как капитальное дело, все равно трасса будет разбиваться. Для этого необходимо здесь что сделать? Необходимо построить обход, обход у города Кирова. Тогда и качество дорог в городе Кирове, и даже дороги, которые будут находиться в сопредельной части федеральной трассы, тогда будут в лучшем состоянии. Сегодня этот проект тоже находится в планах и приоритетах работы правительства Кировской области. И уже есть соответствующие проговоры и с министерством транспорта. Кстати, министр транспорта недавно тоже побывал в Кировской области. Замминистра побывал. Замминистра. Ну, приедет, значит, еще министр приедетесь на... Замминистра строительства приезжал, министр транспорта. Мы побывали, посмотрели и подписали, в том числе, следующие документы о строительстве, о выделении бюджетных средств на строительство дороги в обход Кирова. Да, это не так быстро, может, это не сегодня, не завтра, но в течение двух-трех лет это будет проблемой с двенадцать вместе. И вот выделение в целом масштаба, в том числе и на Кировской области, на ближайшие шесть лет 11 триллионов, это не на федеральной трассе. Это как раз та трасса, которая будет регионально и муниципальным уровнем. Слушай, когда мы ездим по городу Казани или по городу Москве, то, конечно, плакать хочется, вспоминая, как мы ездим по городу Кирова. Вы знаете, десять лет назад... И ощущение жесткой несправедливости и разрыва регионов. Десять лет назад дороги в Казани и в Москве были точно такие же. Почему такая разница большая? Вы знаете, разница небольшая, разница в том, что и Казань, и Москва это города международного значения. Универсиады в Казани потребуют строительства новой системы. А в маленьких городах Европы и Америки прекрасные дороги. И ничего, они номерового значения. Я не знаю, как часто вы ездите по маленьким городам Европы. Достаточно. Я часто езжу по маленьким городам. Там нет таких ям и такой колейности и так далее. Колейность, да. Колейность, да. Потому что там нет таких больших грузовых автомобилей, которые ходят по территории Российской Федерации. И не только российские грузовики, а международные. Соединение Восток-Запад. То есть вы считаете, что технологии у нас применяются новейшие, дороги хорошие, все проблемы выше. Нет предела для совершенства. И даже сегодня самая совершенная технология, завтра она будет устаревшей. Безусловно, сегодня еще раз возвращаясь к нашей научной составляющей. Есть сегодня разработки, которые должны быть в ближайшее время, я в этом также уверен, которые позволят сделать качество дорожного покрытия гораздо выше. Не скрываю, что есть такие случаи, когда недобросовестные подрядчики, исполнители, по большому счету аферисты выигрывают несовершенство, в том числе здесь, несовершенство законодательства. Тот же 44-й закон, который Блеш проел, задумывался как панацея церебет, однако, к сожалению, на всякую хитрую задумку всегда найдется желающая эту хитровую задумку обойти вокруг. Поэтому нет предела для совершенства в том, что здесь. Здесь важно не в законе дело. Строгость российских законов, к сожалению, компенсируется, не обязательно всех исполнивать. Исполнительная дисциплина и надзорные меры за проведение подобных работ, безусловно, требуют дальнейшего совершенства. И оставшиеся три минуты я хотела бы, чтобы вы прокомментировали ожидания Ильи Шугина, главы администрации города Кирова. Его спросили, чего он ждет, каких шагов ждет от новоизбранного президента Российской Федерации. Он сказал, что я жду от президента шагов, которые позволят регионам раскрыть свои возможности. Нам просто нужно немного внимания со стороны федерального центра, например, различные программы развития, подкрепленные определенным финансированием. Тут уж не стоит сравнить действительно с Казанией, там и собственных доходов достаточное количество, и действительно статус этого региона, и действительно мероприятия, которые там в международном уровне приходили. Для Кировской области, как вы считаете, реально ли действительно вхождение в какие-то программы, и можно ли еще что-то придумать для таких депрессивных регионов, как наши? Ну, я бы не называл абсолютно депрессивным. Это научное определение нашего региона. Я бы не называл абсолютно депрессивным. Вы с экономической точки зрения улыбаетесь на улице С экономической точки зрения регион с не до конца раскрытым потенциалом, я бы так называл, а не депрессивным. Не надо обижать кировчан. Я не обижаю кировчан. Я экономику кировскую профессию, даже не я. У нас есть все возможности для того, чтобы реально развиваться. Мы можем хорошо развиваться. Что насчет федеральных программ? Федеральных программ достаточно много, в которые мы можем идти и поучаствовать. Эта программа связана с туризмом, эта программа связана с сельским хозяйством, эта программа связана с деревообработкой и перерабатывающей промышленности. Почему конкретно Кировской области сейчас не хватает? Вот что тормозит наше развитие? Не хватает времени. Я считаю, что сегодня у Кировской области есть все предпосылки для того, чтобы в недалеком будущем стать более процветающими. А для этого предпосылки? Есть внимание федерального центра, в том числе выделение финансовых ресурсов. Для этого есть на программу, как трогай поговорить. На программу дорожного строительства, на программу совершенствования здравоохранения. То есть денег нам уделяется достаточно? Денег никогда не бывает достаточно. Никогда не бывает. Но вы говорите, у нас ресурсов много. А живем мы по-прежнему в не лучшем городе на земле, так скажем, мягко. Правда же? Ну, не в лучшем городе, безусловно, но в городе, в регионе потенциальных возможностей. У нас сегодня у руководства и области, и города достаточно квалифицированные кадры. Я считаю, тот же Шуевин, на который вы ссылались, это очень опытный и эффективный управленец. Я уверен, что в том числе под его руководством можно сделать многие, что в самом городе Кирове. Окей. Любите ли вы велосипед? У нас остается минута. Конечно. Конечно, люблю. В городе большое движение идет по открытию велошколы. В велошколе требуется 20 миллионов для ремонта здания, которые ей безвозмездно выделяет городской бюджет. Где взять 20 миллионов? Вот и вы как экономисты, скажите. Нужно смотреть резервы бюджета. Нет их. Вы откуда знаете, что нет? Я вхожу в группу рабочих. Это хорошо, что вы входит в рабочую группу. Их нет. Где можно найти 20 миллионов на велошколу? Напрямую может и нет. А вот за счет того, чтобы посмотреть, какие есть резервы, в том числе в бюджете, а также привлечь спонсоров или инвесторов, частных инвесторов, я думаю, что это вполне реально, чтобы решить эту проблему. Как в Москве, например. В ЭТБ все велосипедные проекты спонсируют. Вы знаете, там немножко не так. Они не столько спонсируются, они окупаем эти проекты. Это бизнес-проект не только ВЭТБ, но и Сбербанк. Такие крупные структуры финансовые банки, как ВЭТБ и Сбербанк, они просто так даром ничего не делают. То есть к ним идти нам бесполезно? Не интересен этот бизнес для масштабов Киевских. Если еще что-то, то да, тогда можно это осматривать. Но чисто эти велосипедные дорожки для развития велосообщений, в чистом виде здесь, конечно, экономика не работает. Это грустно слышать. Нужно находить, вот как раз я и говорил о чем, о том, что есть резервы. Значит, нужно посмотреть не только на развитие велосипеда, но посмотреть вкупе с чем можно привлечь инвесторов на реализацию комплексного проекта. То есть все-таки нужно, чтобы чиновники задумывались, не просто там взывали, например, поучаствовать, а сели за стол переговоров и что-то предложили. Предлагали конкретные варианты развития той или иной сферы. Велосипеды для этого будут, либо еще какие-то спорты, или еще что-то. Безусловно, это все процесс творческий. Его можно и нужно обсуждать, нужно рассматривать проекты, варианты, изучать опыт других регионов, где такая проблема решилась тем или иным способом. Я думаю, что все это было вполне возможно. Вячеслав Тимченко, сенатор от Кировской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. Был в программе «Особое мнение». Благодарю вас и всего хорошего. До свидания.